Всем привет! Велосипедная фирма Куб, штаб-квартира которой находится в Валдерсхофе, выпускает велосипеды уже 25 лет. Этот известнейший и популярный бренд предлагает двухколесные машины всех типов и разновидностей и успешно продает их по всему миру. В сегодняшнем обзоре мы представим два маунтинбайка. Это модели Куб Атеншин СЛ и Куб Аим СЛ. Куб Атеншин СЛ. Куб Атеншин СЛ. Куб Атеншин СЛ. Куб Атеншин СЛ. Для этих велосипедов у обоих машин отличные алюминиевые жесткие прочные рамы, при этом достаточно легкие. Кардинальное отличие начинается с колес. Атеншин СЛ представлен на 29 колесах, Аим СЛ на колесах диаметром 27,5 дюймов. Еще общее и очень ценно, особенно для велосипеда Аим СЛ, это дисковые гидравлические тормоза фирмы Шимана. В данном случае тормоза идентичны у этих моделей, правда есть отличия. На Аиме у нас роторы 160, на Атеншине 160, на 180 спереди. Это безусловно плюс, особенно для тяжелых райдеров. Еще одни общие черты, в данном случае ценные и интересные для обоих моделей, это то, что у них посидельные штыри, рули, выноса и седла абсолютно идентичны, что у более дорогого Атеншина, что у более бюджетной модели Аим СЛ. То же самое, руль, вынос, посидельный штырь, седло одинаковый. Также ценным плюсом для обоих велосипедов, и в частности для модели Аим СЛ, это то, что колеса собраны на втулках Шимана в обоих случаях, правда, на модели Атеншин они более высокого класса. Разумеется, двойные усиленные обода на обоих велосипедах, в обоих случаях пистонированные. Дальше начинается отличие. На модели Аим СЛ мы имеем в виду штатную и стандартную для таких велосипедов 100-миллиметровую амортизационную вилку с удаленной блокировкой с руля фирмы Сантур. На Атеншине здесь у нас представлена уже более продвинутая воздушная вилка от фирмы Рокшок, также с удаленной блокировкой с руля. Блокировка также несколько отличается. Существенные отличия в приводе. На более простой модели АИМ СЛ хороший, достойный и добротный привод фирмы Шимана, в том числе и шатуны шимановские. Переключатель Шимана Деор, трансмиссия 27-скоростная. Стандартная, удобная для велосипедов такого типа. Если мы говорим про модель Атеншин, здесь уже привод совершенно другой. Здесь у нас микс оборудования Шимана Деор и Деор Эксти. В данном случае мы имеем уже совершенно другую систему. Это система более жесткая, с интегрированным валом. Соответственно, предтоповый переключатель Шимана Эксти. В данном случае мы имеем привод 2х10, 20 передач. Более интересный, более эффективный привод, чем на модели АИМ СЛ. Тоже хороший, но в данном случае здесь, безусловно, мы имеем преимущество на модели Атеншин. Покрышки от фирмы Швальбе на обоих велосипедах. Точтом на АИМ СЛ и Смарт Сэм на Атеншин. Достойные покрышки для велосипедов этого класса. Конечно, при желании можно поставить еще более продвинутую, легкую и высокоэффективную модель. Но в целом для велосипедов этой ценовой категории это вполне достойные, интересные модели. Достаточной ширины, как раз современный размер. Ширина 2,25. Это универсальная ширина для современных велосипедов, как с колесами 27,5, так и 29 дюймов. Простые и надежные вилки на обоих велосипедах позволяют уверенно эксплуатировать их практически в любых условиях. Безусловно, амортизатор от RockShox будет более эффективен и производительный. Тем не менее, более бюджетная модель Suntour с ходом 100 мм вполне и полностью удовлетворяет поставленных задач. В дальнейшем при желании как более простую, так и более продвинутую вилку можно заменить на еще более качественную и производительную и получить еще более быстрый и эффективный велосипед на пересеченной местности. Также к плюсам в равной степени обоих этих велосипедов можно отнести непосредственно сам бренд Coup. Потому что этот немецкий производитель известен фактически любому опытному велосипедисту и вообще любому человеку, интересующимися велосипедами. То есть это определенный стандарт качества, определенный имидж, определенное качество сборки этих велосипедов. Что тоже немаловажно. Посадка на обоих велосипедах прогулочная, туристическая, доступная для фактически любого человека. При желании, конечно, путем некоторого апгрейда и изменения даже штатных комплектующих, без вложения дополнительных средств, можно сделать более эффективную низкую спортивную посадку. Но, естественно, она уже будет требовать определенной физической подготовки. Оба велосипеда являются универсальными машинами, предназначенными в первую очередь, конечно, для катания по пересеченной местности, но также великолепно себя чувствующими в городе, на даче, в парке и вообще в любых условиях, в которых только можно себе их представить. Это был обзор на две модели фирмы Coup, немецкие велосипеды Coup AMSL и Coup Atenche SL. Отличные машины на все случаи жизни.